Мирная конференция «Женева-2» состоялась, но этого мало, потому что, собственно, к миру в Сирии она не привела. За столом переговоров прошел обмен не мнениями, а обвинениями. Стороны конфликта не хотят уступать друг другу ни в чем, а у спонсоров переговоров нет никаких рычагов давления ни на повстанцев, ни на режим Асада. Почему в прохладных швейцарских Альпах не удалось погасить жар противостояния? С этим вопросом мы обратились к профессору Нью-Йоркского университета, ведущему специалисту по проблемам Ближнего Востока Алону Бен-Мейеру. Он был гостем нашей студии. Господин Бен-Мейер, большое спасибо, что пришли к нам в студию. Как вы считаете, почему переговоры в Швейцарии провалились? Почему не было никакого совершенно успеха? На это было несколько причин. Во-первых, слишком много региональных игроков, у которых противоположные интересы, связанные с исходом ситуации в Сирии. У Ирана свои интересы. Они хотят обладать контролем в регионе, а Сирию видят как полигон для своих амбиций. Для Саудовской Аравии это война между суннитами и шиитами. Сирия стала фактически полем боя для этих двух фракций. Хизбалла хочет сохранения Асада у власти, он выгоден для этой группировки. Есть и другие игроки. США хочет стабильности и опасается еще одного крупного взрыва в регионе. Россия хочет сохранить базу своего флота в Сирии и укрепить свое влияние, в особенности защитить поставки нефти с северо-востока страны. То есть у каждого игрока свои интересы, поэтому их так трудно привести к консенсусу. Не говоря уже о том факте, что сами повстанцы раздроблены. Как можно достичь политического решения конфликта, когда ни один из участников не хочет согласиться ни по одному вопросу? Какие условия и как должны измениться на месте событий, чтобы политическое урегулирование могло состояться? Я убежден, что политическое урегулирование – это единственное решение проблемы. Но для него нужно создать в зоне конфликта такие условия, которые могут привести к мирному урегулированию. До тех пор, пока Башарасад уверен, что может победить, у него не будет причин, чтобы изменить стратегию. До тех пор, пока повстанцы будут уверены, что они могут продолжать эту войну бесконечно, хоть из более слабых позиций, у них не будет необходимости уступить хоть в одном из своих требований. Нужно изменить динамику на месте. Асад должен прийти к пониманию того, что он может проиграть. Повстанцы должны получить надежду, что они и в самом деле могут добиться изменения режима и ухода Асада. Президент Асад стал главным вопросом переговора в Швейцарии. Министр иностранных дел Фарид Муалем сказал, президентские полномочия Асада – это та красная линия, за которую мы не зайдем. Это даже не обсуждается. Позиция повстанцев – не о чем говорить, если Асад остается у власти. Ну что же делать странам Запада, Европейскому Союзу, США, если они хотят мира в Сирии? Во-первых, нужно усилить позиции повстанцев, поставляя им необходимое оружие, чтобы они могли представить реальную опасность для режима. Это задача номер один. Во-вторых, и добиться этого будет сложнее, постараться ограничить внешнее вмешательство, в особенности Ирана и России. Но это, конечно, труднейшая задача. Но это будет необходимо сделать, если мы хотим политического решения. Нужно также добиться, и это третья задача сложнее двух предыдущих, затухания конфликта между шиитами и суннитами. Этот конфликт бушует уже и в Ираке. Необходимо избавиться в Сирии и от самых разных исламистских групп – Аль-Каиды, фронта Нусра и других групп, у каждой из которых свои цели в Сирии. Решить эти задачи будет чрезвычайно тяжело. Но в первую очередь, динамику развития ситуации можно изменить, лишь предоставив повстанцам все необходимые средства, чтобы переломить сложившийся статус-кво. Спасибо, господин Бен Мэр. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо, господин Бен Мэр. Продолжение следует... Thank you. Anytime. time.